Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас буду дегустировать томат голубые ели. Я сегодня показывала вам, я его снимала, когда в теплице, как он там расположен. Это вот те самые томаты, про которые я рассказывала, что под одним названием несколько совсем разных томатов можно встретить. Вот девушка написала, что у неё голубые ели пушистые, такие с ворсинками. Сами кусты и плоды тоже такие пушистые, с опушком. И я говорила, что у меня такая же херезада, томатный персик. А у меня вот эти голубые ели с морковным, с таким, ну как издалека похожий на ёлку, такой резной морковный лист. Это сорт ранний, он детерминатный, низкий. Ну 50, 60, 80 сантиметров от силы, но обычно полметра выше не вырастает. И листья вот такие резные морковные, издалека, если не убирать пасынки, вот похоже на маленькую ёлочку. Вот эти томаты у меня выросли в теплице, я специально на семена там садила. Вообще он для открытого грунта, он очень быстро созревает, хорошо. Помидоры вот такие, классическая форма, плоско-округлые. Вот простой форма, простая томата, плоско-округлый, красный, гладкий. И масса от 100 граммов до 220. Но здесь у меня первых кистей уже нет, как я говорила, я уже первые кисти снимала, потому что он начался рано в теплице плодоносить. Ну вот как обычно, нижние кисти всегда побольше, а верхние чем выше, тем мельче. Он вот по обыкновенной, по стандартной схеме плодоносит. Вот это вот, наверное, третья или четвёртая кисть. Вот такие они в полладони. Ну, наверное, где-то 120-150 граммов, не больше. Но внизу есть и большие плоды. И если пасынки убирать, то будет плодов поменьше, но они будут покрупнее. А если вот не пасынковать, как я на улице выращиваю, там они будут все улеплены томатами, но они будут все вот такого вот, небольшого размера, маленького. Ярко-красные такие они, средние. У них не бывает уродливых плодов, они очень гладкие, такие блестящие, красивые. Сейчас я его попробую, но вкус обычный, помидорный. И написано везде, что они с кислинкой. Он предназначен для консервации, для употребления в свежем виде. Вот этот классический, насыщенный, ярко-красный цвет позволяет использовать его для томатов, для кетчупов, для леча. Потому что есть розовые, которые они бледненькие, а вот этот именно такой на разломе. Он тоже хороший, не водянистый. Видите, какой томат. Сейчас я попробую. Да, этот томат не такой сладкий, как крупноплодные. Кислинка присутствует, но все равно вкус такой приятный томатный. Для томата раннего срока созревания, это вот обычный вкус. Как всегда они делятся, ранние и скороспелые, они немного с кислинкой. А потом уже идут, которые крупноплодные, поздние, они уже с большим содержанием сахара. Он даже пахнет очень вкусно, такой помидорный запах, аромат. Хороший, но сразу скажу, я врать не буду, кислинка присутствует. Он такой, даже не кисло-сладкий, да, кисло-сладкий. Кислинки даже чуть больше, чем сластинки. Вот если до этого я сибирский урожайный пробовала, он прям сладкий, как ягода. Вот как какая-то ягода, как будто клубнику ешь. То вот этот вот он такой кисловатенький. Но вот я сейчас сделаю с него салат, соединю с майонезом, с луком, поем. И потом в какое-нибудь, буду когда летний этот, уличных, описывать голубые ели. Я вам скажу, какой он вкус в салатах. Ну, по крайней мере, на все томатопереработки он подходит идеально, потому что плодов на кустах вырастает много. Вот это вот, смотрите, белое пятнышко, оно только у этой, у плодоножки. Сейчас все разрежу, просят еще разрезать ножичками. Сейчас еще ножичком разрежу, попробую. Еще посмотрим, какая там вот эта вот белая пятнышко, большое или нет. Так, ну это немножко недозрелый. Ну, она нет, она через весь томат не идет, она только вверху. Сейчас более спелый попробую, посмотрю. Потому что бывает у недозрелых больше пятно. О, ну а тут пятно вообще исчезает. Все, его пятно почти нет. Так что вот этого вот, как мне сказали, волчок, по-народному волчка, посреди томата нет. Ну-ка, более спелый попробую. Кстати, вот который больше переспел, он сладче больше. Ну, это я, как вчера говорила, есть вот, видите, разные стадии. Или вот такой, вот этот он немного будет кисловатый. Или вот он уже спелый, с трещинкой. Я-то их держу дольше, чтобы семена были покрупнее, более вызревшие. Ну, вот такой вот томат уже сладкий. Все, это томат голубые ели, ранние низкорослые для открытого грунта.